В Красноярске прошел первый чемпионат России по велоспорту BMX в дисциплине парк. Три дня длился этот долгожданный для всех любителей велосипеда праздник. Подробности соревнований смотрим в нашем сюжете далее. Парк это направление велоспорта BMX, официально признанное в России спортивной дисциплиной в 2007 году. Но только в этом году и именно у нас в Красноярске состоялся первый официальный чемпионат России по велоспорту BMX. Для проведения чемпионата на высоком уровне были приглашены судьи Федерации велосипедного спорта России, сопровождало соревнования апелляционная комиссия и даже проводился допинг-контроль. Мне радостно от того события, что мы сделали это дело, к которому шли несколько лет. Теперь нам предстоит следующий этап, это создание спортивной школы. У нас должна быть спортивная школа, которая будет тренировать мальчишек, которые в дальнейшем будут показывать результаты на чемпионатах страны. И в дальнейшем мы будем выходить на международный уровень. Конечно, BMX это сегодня уже олимпийский вид спорта, и нам надо стремиться к тому, чтобы наши ребята, наша молодежь была в числе участников Олимпийских игр 2016 года в Бразилии. Первый день прошли соревнования в самой зрелищной шоу-дисциплине Air Connection. Для этого были специально сооружены и поставлены в ряд три трамплина, а для большего удобства зрителей, заполнивших трибуны, были поставлены огромные экраны, на которые транслировались повторами все головокружительные трюки райдеров BMX. Наибольшую восторгу красноярцев вызывал московский райдер Олег Яровой, очень ярко и эмоционально завершавший каждый свой заезд. Он единственный в России из райдеров BMX, кто делает вращение против инерции. Фронт-флип. Вращение против инерции – это для меня довольно-таки новый трюк. Я очень рад, что он получился, и надеюсь вставлять его почаще. Я пытался выбрать, что лучше для меня, как проехать первую попытку, и не упасть, как просто не завалить все это. Любить этот спорт, покупать себе велосипеды, и несмотря на что идите к своей мечте. Смотри плей-офф, будь в форме. Сила рук и ног райдеров, помноженная на ловкость в обращении с велосипедом и изобретательность в исполнении потрясающих трюков заставляли всех пришедших, независимо от возраста, бурно выражать восторг после каждого удачно выполненного элемента. Честно говоря, сердце заходится в переживаниях. Правда, здорово. Я искренне восхищаюсь пацанами. А вот эти же ребята, они же другие немного, чем те, с которыми мы привыкли. Они четко знают, чего они хотят, чего они добиваются. Для них вот это мощнейшая самореализация. Вот для этого, по большому счету, в свое время и принимали мы решение о строительстве Спартекса. И спасибо Александру Геннадьевичу Хлопонину, который тогда поддержал все эти идеи. И важно, чтобы это все здесь жило. Досадные падения были у всех, даже у победителей. Но в нужный момент, собрав волю в кулак и проанализировав допущенные ошибки, райдеры в следующей попытке демонстрировали чисто выполненный трюк. В основном, я в восторге вообще. Я не ожидал ни такого уровня подготовки вообще всего этого. Не такого парка я не ожидал, таких дёртов. Такого большого количества народа, который поддерживает, что это очень важно. Плюс такого статуса мероприятия вообще. Я в шоке, я очень рад. Как ты настраивал себя, чтобы победить? Лично для меня это больше, не знаю, желание развиваться, получать удовольствие. Да и когда я вижу друзей, у которых получается все круто, я максимально рад. Это как бы даже мотивация для меня. То есть я не задумываюсь, я не пытаюсь там кого-то перепрыгнуть или что-то еще сделать. Это так получается, мне это нравится. Смотри плей-офф. Катайтесь в удовольствие. Всегда. На этом всё. Все сюжеты, вышедшие в эфир, ты можешь посмотреть на интернет-порталах OPTV и вся Россия, а также на сайте нашей программы playoff24.rf. Кроме того, заходи в нашу группу ВКонтакте, будем общаться. Смотри плей-офф, будь в форме. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!